Итак, мы подошли к системе Читтаматри, которая, наверное, является самой сложной из всех этих систем. Но это не значит, что понять ее невозможно. В соответствии с Читтаматрой, а теперь мы переходим к измерению систем Махаяны, потому что Вайбашка и Саутрантика были хинаянскими системами. В соответствии с системой Читтаматри, грубая и тонкая пустота. Слотность личности – это то же самое, что и в Саутрантике, поэтому нам не нужно это еще раз объяснять. В Читтаматри явления разделяют на три типа. Это зависимые явления, которые также иногда переводят как явления, существующие в силу чего-то другого. Сюда относятся все изменчивые явления, все явления, которые возникают в силу причин и условий, меняются от момента к моменту и производят какие-то результаты. Далее у нас есть полностью доказанные явления, Что с точки зрения, к этой категории, с точки зрения Цанкапы, относится только пустотность? Если, когда Цанкапа объясняет Читтаматру, то в его объяснении, в его интерпретации Читтаматрой сюда относится только пустотность всех явлений или личности. Пустотность – это статичное неизменное явление, оно не меняется и ничего не делает, не выполняет никакую функцию. Однако оно является полностью доказанным, то есть это то, что арии воспринимают неконцептуально. И далее есть полностью концептуальные явления. Они существуют только в концептуальном познании. И здесь речь идет обо всех неизменных явлений, отличных от пустотности, обо всех неизменных явлений, кроме пустотности. И также сюда относятся несуществующие явления. И в случае каждой из этих групп явлений есть достоверные и недостоверные способы доказать, что они существуют или не существуют, поэтому это довольно сложная картина. Мы не будем рассматривать все эти подробности, потому что это довольно сложно и потребовало бы очень много времени. Мы рассмотрим только зависимые явления, к которым в том числе относится и личность. Опять же, личность является зависимым явлением, оно меняется и оно выполняет функцию. Оно что-то делает, будучи явлением, обозначенным на основе совокупностей. Но сейчас мы сейчас ненесимыеchanки, которые связаны с точки зрения, подтверждения Букова, в том числе, в том числе, в том числе и в том числе, в том числе и в том числе и в том числе. Но если говорить об этих трёх группах явлений, то у Цинкапы есть уникальное объяснение того, каким образом все явления классифицируются по этим трем группам, как к одной из этих трёх групп относится пустотность, и также каким образом явления, которые попадают во все эти группы, являются пустотными. С точки зрения Саутрантики, явления обладают объективной реальностью, они существуют вовне. Объекты существуют объективно ещё до того, как мы их видим или познаём. Они существуют объективно, не только в нашем познании, но они обладают истинно обоснованным или истинно установленным существованием, или истинно доказанным существованием. Их существование доказывается тем, что они выполняют функцию. Важно знать, что все эти разные системы по-разному определяют, что такое истинно обоснованное существование или истинно доказанное существование. Вообще есть оно, да, бывают ли истинно существующие явления или нет. Это также иногда просто называют истинным существованием. В каждой системе предлагается своё собственное объяснение этой темы. Читаматра поднимает вопрос, как мы вообще можем доказать, что что-либо существует за один момент до того, как мы это познали. Как мы можем это доказать, как мы можем говорить о существовании такой вещи, если мы её ещё не познали? Читаматра говорит, мы не можем это сделать. Вы можете иметь камеру, но даже это... И это только... И это только... И это взял фотографию, чтобы ты приехал в комнату. Но даже это... И это установлено в том, что она появилась в фотографии. Как вы установите, что она там была раньше? Если в комнате находится какой-то объект, как доказать, что он находился там ещё до того, как мы вошли в эту комнату? Конечно, мы можем разместить в комнате камеру и сделать снимок до того, как мы вошли. Но всё равно мы в этом случае докажем существование или присутствие этого объекта в комнате только благодаря тому, что мы увидим этот снимок. Как доказать, что в холодильнике есть еда, если вы не откроете дверцу холодильника и не увидите её? Или если вы не помните, что вы купили еду и положили её в холодильник? Доказать это невозможно. И нет способа установить экстернальное существование компонентов, элементов, земли, вода и т.д. Так же мы не можем доказать, что натальным источником внешних объектов являются элементы стихии, из которых он состоит, такие как земля, ветер, вода, огонь. Да, натальный источник – это то, из чего этот объект появляется. Мы не можем доказать, что этот объект появляется из этих стихий или элементов. Пример натального источника – это печь, из которой появляется хлеб. Иногда также сюда относятся те элементы, из которых состоит явление. Но в первую очередь имеется в виду то, что производит этот объект, то, из чего, откуда он появляется. Это натальный источник. Так. Расскажите. Это типо. Примерно. Такое это проектирование. Такое дешевые. Такое. Такое. Такое, что здесь зависит от чего-то, как как, ну, с водой в отельной каком. Такое, на morningreфрigerение. Такое. Такое это что… Такое, как, вы �ете… … Да… … Я чувствую, как, как, это изменилось, как подходит… Единственное, что доказывает существование того или иного зависимого явления, да, мы говорим о зависимых обусловленных явлениях, например, о молоке или о хлебе в нашем холодильнике, о самом холодильнике. Единственное, как мы можем доказать их существование, то, что они появляются из натального источника в виде нашего кармического семени в нашем сознании. Помните, мы говорили о самой основополагающей теории познания? Я очень вкратце об этом упоминал. Когда мы что-либо познаем, давайте говорить именно о познании с помощью органов чувств, например, мы что-то видим. Саутрантика говорит, и то же самое говорила Вайбашика, в первый момент этого восприятия у нас есть внешний объект. И затем, в нашем сознании, есть ментальный холограм, который обычно буквально переводится как аспект этого объекта. Но если вы анализируете и увидите, что они говорят, они говорят о ментальном холограме, который появляется в нашем сознании. Затем, в нашем познании возникает ментальная голограмма этого объекта. Это то, что обычно дословно и буквально переводят как ментальный аспект или просто как аспект, но это может быть не очень понятный перевод. Речь идет о том, что в нашем уме возникает голограмма этого объекта. И Саутрантика на вопрос о том, откуда возникает эта ментальная голограмма, что является такой печью, из которой возникает ментальная голограмма, натальным источником является сам внешний объект. И Саутрантика также говорит о том, что свет из объекта пришло в глаза и, знаете, транспортировано через нейроны, и химические и электрические. И потом, как бы, это превратилось в ментальный холограмм, который является нашим экспериментальным способом, о том, что происходит. Это то, что мы испытываем, то, что это выглядит. То же самое скажут ученые, что мы воспринимаем свет, который попадает в наши глаза, потом на наши нейроны передаются химические и электрические импульсы, благодаря которым мы видим всю эту картину. Таким образом мы воспринимаем окружающий мир. В этом моменте восприятия есть много частей. В нем участвует тот или иной тип нашего сознания, например, зрительное сознание. И он возникает как кармическое семя для того, чтобы мы могли воспринять этот объект. И как иначе все остальные ментальные факторы, которые сопровождают это сознание. В то же время они приходят見 при состоянии этого объекта, включая внимание, интересное, чувствование счастья, здесь присоединить. И остальные ментальные факторы, которые сопровождают это сознание, ментальные факторы, такие как внимание, интерес, привязанность, любовь и так далее, все они возникают из своего собственного кромического семени. Например, у меня слабая склонность к осознаванию, к концентрации, то есть моя склонность к концентрации, у меня есть склонность к плохой концентрации, склонность плохо сосредотачиваться, и поэтому мое сосредоточение, которое возникнет из этой склонности, будет не очень хорошим. Или, например, у меня есть склонность чувствовать сильную привязанность, и поэтому я воспринимаю объекты с сильной привязанностью. Таким образом, у каждого компонента нашего восприятия объектов есть своя собственная склонность, которая определяет, каким будет по силе тот или иной из этих компонентов, из этих ментальных факторов. Вот как считается у Трантика, и Байбашика с этим бы согласилась. И подраздел Матхямаке, Сватантрика с Утрантика, то есть та Сватантрика, которая следует Сутрантике, так же бы с этим согласилась. You got that? I hope so. Right. Сватантрика, Madhyamaka is divided into Svatантрика and Prasanghaka. This is the Tsongkhapa's way of dividing it, and Svatантрика is divided into Yogacara, Svatантрика, and Sautrantriка, Svatантрика. The Sautrantriка, Svatантriка, and the Prasanghaka accept it the same way. Just so that I don't have to repeat this later, when we talk about Svatantrika and Prasanghaka. Вот, я вам сразу скажу, потому что, чтобы не повторять это потом, когда мы перейдем к Матхямаке, Матхямака делится на две части, на Svatantriku и Prasanghaka, и, во всяком случае, Tsongkhapa, каким образом определяет различия между ними, Матхямака-Svatantrika на относительном уровне следует или позиции Йогачара, и в этом случае это Сватантрика-Йогачара, или она следует позиции Саутрантики, в этом случае это Сватантрика-Саутрантика. Вот та Саутрантика Матхямака, которая следует позиции Саутрантики, также согласится с этой картиной, что у нас есть много ментальных факторов со своими склонностями. Другими словами, все философские школы, кроме Читаматры, и Матхямаки, и Сватантрики-Йогачары, согласятся, что это происходит таким образом, как это описывается в Саутрантике, да, и Прасангика также следует о картине Саутрантики и Вайбашики. Это не так трудно, у нас есть четыре философские школы, одна из них разделяется на три, и таким образом получается семь, из этих семи пять согласятся с этой картиной Саутрантики, неважно, какие там имена и названия, да, у этих школ. Это мнение большинства. И это вполне разумное мнение. Но Читаматра и this other division, Йогачара, Сватантрика, let's just leave it. Читаматра says that the whole package comes from one karmic seed. It's not that the individual components come from their own karmic seeds. Но Читаматра и Сватандрика Йогачара скажут, что все это появляется из одного, да, и первичное сознание, и ментальные факторы, все они появляются из одного karmic семени, а не из разных. And not only do all the components from the, you know, side of cognition, you know, consciousness and the mental factors, but also from that same karmic seed is the mental hologram, that's the source of the mental hologram. It's not coming from, you know, an external object that existed a moment before I saw it. That hologram is also coming from the karmic seed. That makes sense, too. И помимо этого, из кармического семени возникают не только все эти ментальные факторы, первичное сознание, но даже ментальная голограмма также возникает не из внешнего объекта, да, натальным источником ментальной голограммы, также является не внешний объект, а тоже самое кармическое семя, то есть весь этот пакет, он возникает из одного кармического семени, и в этой позиции также есть своя правда. И Чита Матра утверждает, что существует алая вижняна, сознание-вся основы или основополагающее сознание, которое представляет собой как раз сознание, на основе которого приписаны, да, в котором в некотором смысле хранятся все эти кармические семена. и она также продолжается от момента к моменту, все время присутствует. Таким образом, в каждый момент времени из Алая Вижняны возникают все эти различные проекции, они возникают в каждый момент из одного семени, которое находится в Алая Вижняне, и поэтому весь этот комплект возникает в один момент времени из одного семени, и в том числе там присутствует и личность, потому что, как мы говорили, в том числе Алая Вижняна обладает определяющей характеристикой личности, поэтому, когда мы что-то воспринимаем, у нас есть чувство «я», «я» это воспринимаю, это еще один компонент этой картины. Все, что мы воспринимаем от момента к моменту, в каждый момент возникает в качестве одного единого пакета из одного кармического семени Валая Вижняни, вот воззрение Читаматры. И именно с сотой точки зрения рассматривается грубая пустотность всех явлений. Продолжение gerçek записации тех пора обязательно. Просто то, что Тольский мотиворripых цену может происходить? Продолжение... Безум piorности было интересно, да? Очень chuy Seeing, Droga мем Great Cog, Sok, Yes. Найдер definition. Вы undergraduate families в Т духовной силе! Вoc pres Москве нахоеб3утах створты. Просто Эта то-найд不錯. Итак, с точки зрения Чита Матры, грубая пустотность всех явлений заключается в том, что мы не можем доказать существование явлений, утверждая, что они существуют, потому что у нас появляется восприятие этих явлений из внешнего натального источника, как внешних явлений. В то время как воспринимающий ум и все ментальные факторы возникают из каких-то других кармических склонностей, из другого натального источника, то есть другими словами, что натальный источник внешнего объекта и натальный источник воспринимающего сознания – это две разные вещи, потому что мы не можем сказать, что мы познаем, например, другого человека, и это познание возникает из предыдущего момента этого человека как внешнего объекта. Мы никак не можем доказать, что что-то существует за один момент до того, как мы это видим. В то время, когда мы видим, мы не можем доказать, что это ментальный голограмм, экстернано-натальный источник. Когда мы что-то видим, мы не можем доказать, что эта ментальная голограмма, которая у нас появилась, возникла из какого-то внешнего натального источника, который отличается от натального источника, из которого появилось наше сознание и ментальные факторы. В то время, как это описано, это то, что определенные феномена, которые появляются в нон-концептуальной cognitiation, мы видим, что они не были отобразены, что они отобразят из другого источника, чем сознание и ментальные факторы, которые это понимается. Поэтому определение, пустотность, это отсутствие, это тот факт, что мы не можем доказать существование явлений, а именно зависимых, изменяющихся явлений, их существование в силу того, что они возникают из какого-то внешнего натального источника, который отличался бы от натального источника, из которого возникает наше сознание и ментальные факторы. И таким образом говорят о недвойственности, о том, что они возникают из какого-то внешнего источника. Под недвойственностью понимают разные вещи в разном контексте, и здесь в контексте читаматоры, когда говорят о недвойственности, имеется в виду как раз отсутствие двух разных натальных источников, чтобы из одного появлялась ментальная голограмма, восприятие объекта, и из другой возникает наше сознание, которое этот объект воспринимает, и ментальные факторы. Точно так же этого зрения читаматоры существуют в двух версиях. Есть, опять же, последователи ложного и последователи истинного аспекта. Как и в случае с Саутрантикой, Цонкапа следует, он предпочитает, как и в случае с Саутрантикой. Цонкапа следует, он предпочитает версию последователей истинного аспекта, в то время как, я не уверен, что все мастера до Цонкапы, но во всяком случае большинство мастеров до Цонкапы следовали точки зрения последователей ложного аспекта читаматоры. Итак, Цонкапа, правильный аспектарий, это, что этот ментальный холограмм, который вы видите, не только цветные формы, но и человек, и это тоже человек. Это то, что это холограмм. Это обычные объекты, целые объекты. Последователи истинного аспекта утверждают, что когда у нас появляется ментальная голограмма, когда мы познаем, воспринимаем какой-то объект, то мы воспринимаем не просто цветные формы, но мы также воспринимаем, например, тело или личность, то, что приписано на основе, да, целое, которое приписано на основе частей целого. The false aspectarian said that you only see colored shapes, and it is a conceptual mental synthesis that would occur in the next moment, a conceptual cognition, that then you have a hologram of a body and a person. So that's part, that's a conceptual process. That's the false aspectarian. You don't actually see a body and a person. You only see colored shapes. Or the more radical one is you only see pixels. Последователи ложного аспекта утверждают, что мы, когда воспринимаем с помощью органов чувств, когда воспринимаем неконцептуально, видим только цветные формы. Последователи еще более радикального ложного аспекта утверждают, что мы даже не видим формы, мы видим только пиксели. И уже в следующий момент наше концептуальное сознание начинает работать, и в следующий момент оно совершает синтез, оно делает синтез, и только тогда у нас появляется этот приписанный объект. Например, у нас появляется в сознании тело и появляется личность. Таким образом, с их точки зрения, личность и тело являются исключительно ментальными объектами, результатом умопостроений. Становится очень интересно, если мы начнем с этим работать. Цветы. Вот у нас на сцене есть цветы. Ментальная голограмма, которая возникает, когда я их смотрю, и ментальная голограмма, которая возникает, когда вы их смотрели, каждое из них разное. Ментальная голограмма этих цветов, на которые мы смотрим, ментальная голограмма каждого из нас будет отличаться, потому что все мы смотрим на эти цветы с разных углов. С разного угла, и другой переменной также будет, например, наше зрение, да, носим мы очки и одноделимые очки, нужны нам очки или нет. Now, there's a whole debate over whether there is a common locus, it's called, of what we're all seeing. Are we all seeing the same thing? Is there something that we're all seeing from a different angle or not? It's a big debate. И дебаты здесь возникают по поводу того, воспринимаем ли мы вообще одну и ту же вещь. Это то, что называется общим локусом. Воспринимаем ли мы одну и ту же вещь, когда смотрим на эти цветы, учитывая то, что ментальные голограммы каждого из нас отличаются. Можно ли говорить о существовании какой-то одной вещи, общего локуса, который мы воспринимаем и называем это цветами? И Сонгкопа asserts that you can't actually say that there is a common locus, in other words, an actual flowers that we're all seeing from a different angle, because that would imply that it's external. So you can only explain it in terms of what's called shared karma, shared karmic seeds. И Сонгкопа в случае с читоматрой говорит о том, что мы не можем говорить о том, что существуют такие цветы, такой общий объект, объект общего локуса, который мы воспринимаем. Потому что если мы утверждаем, что такой единый объект существует, и мы все воспринимаем один и тот же объект, то это означало бы, что существует какой-то внешний объект. Вместо этого в читоматре объясняется, что мы воспринимаем все это схожим образом в силу общей кармы, в силу общих кармических семян, из которых и возникает это восприятие. Ну, это очень важно. Нет только в том, что мы все все смотрим с тем, что очень интересны и другие свои кармы. Но если есть проблема во теки области, в то, что у всех родовой пары обладают на их семинар, то как то, по то, что за двойной параде обладают, то есть, у нас одна семинарная парад, как его роды, это всегда было большая половина. Или в соответствии с тем, что если у вас есть девушку, то есть одно обладание, то есть один образодательный образ, и один человек в родственной préparоте заключается, Это необязательно обсуждать в контексте цветов. Например, это может быть полезно в контексте семейной психотерапии. Этот подход используется, например, если у нас в семье возникла какая-то проблема. Насколько достоверным является рассказ об этой проблеме каждого из участников, каждого из членов семьи, отца, матери, каждого из детей? Воспринимают они одну и ту же проблему и достоверно ли они ее описывают или нет? Этот метод используется в контексте семейной психотерапии. Например, применяя это к нашим собственным повседневным ситуациям, если мы смотрим в зеркало, и у нас возникает умственная голограмма очень заметного, выступающего на нашем лице прыща. Это не означает, что когда другие люди будут смотреть на нас, и у них будет также возникать ментальная голограмма того, как мы выглядим, им будет казаться этот прыщ таким же выступающим и заметным. Мы думаем так, в этом неправильном способе. Я смотрю в меру, я вижу пинку, и они думают, что, о, мой Бог, everybody is looking at me, and everybody is going to see that pimple on my face. One, A, most people don't care, they're not looking at us. And two, even if they look at us, they might not notice it. Потому что это то, как мы обычно думаем. Если мы видим на своем лице в зеркале прыщ, мы думаем, что это ужасный, огромный прыщ, и все будут на нас смотреть, и все этот прыщ увидят. Но, на самом деле, во-первых, не все будут на нас смотреть, большинство людей на нас смотреть не будет вообще. И, B, во-вторых, далеко не все вообще заметят этот прыщ. Так что мы думаем, что мы думаем, что мы в центре мира. Everybody is looking at us. Nobody is looking at us. Nobody cares. Мы думаем, что мы так важно, что мы думаем, что мы выглядим. О, мой hair. Everybody is looking at me, judging me. So, this helps us to overcome the disturbing emotions, you know, the stress, and so on. I have to get my hair exactly right, and the makeup, and so on, that we have. And the destructive behavior, the obsessive, compulsive behavior of always checking what we look like. Because everybody is judging us, looking at us. It's very helpful, this Chirimatra view. Таким образом, нам обычно кажется, что другие люди видят все точно так же, как и мы. Если мы видим какую-то картинку, какую-то видимость, элементальную голограмму, то и все остальные видят вещи точно так же. Воззрение читаматоры помогает нам понять, что на самом деле это не так, что все люди обращают внимание на разные вещи, поэтому все люди увидят разную картину. Нам обычно кажется, что мы центр вселенной, и все будут на нас смотреть, хотя на самом деле это не так, и большинство людей на нас смотреть даже и не будет. И мы начинаем, например, беспокоиться, поскольку все будут на меня смотреть, насколько важно хорошо выглядеть, что у меня была правильная такая прическа, потому что другие же будут смотреть, и они будут осуждать меня, они будут выносить суждения о том, хорошая у меня прическа или нет. И тогда у нас возникает такая одержимость, мы одержимы своей внешностью, своей прической, и мы постоянно ее управляем, постоянно смотрим в зеркало и проверяем, насколько хорошо она выглядит, учитывая, что все будут на нас смотреть. Но то, что кажется важным и заметным для нас, возможно, для других людей, это будет неважным и незаметным. И самое важное понимание, которое мы можем из этого вынести, то, что всем на самом деле все равно, потому что нам кажется, что всем очень важно, как выглядят мои волосы, но на самом деле всем это совершенно не важно. И в этом случае мы чувствуем себя намного легче, намного расслабленнее. Если мы хотим там сделать какую-то укладку волос, это нормально, но мы не будем беспокоиться о том, что все будут судить нашу прическу. И если там что-то не так, да, то ничего особенного, мы не будем по этому поводу напрягаться. В конечном счете, мы сами даже не видим свои волосы, если мы не смотрим в зеркало. Поэтому как бы я вообще, откуда я знаю, как выглядят мои волосы? Как я уже говорил, можно много развлекаться с этими постулатами. Итак, это была простая тема. Помните, уже в Саутрантике у нас было существование, которое доказывается в силу наличия определяющей характеристики. Этого штрих-кода так называемого. И если взять все определение, то у него есть две части. Во-первых, существование объекта доказывается в силу наличия у него этих определяющих характеристик. И вторая часть определения, что для доказательства существования явлений недостаточно одного лишь факта, что к ним относятся, что они являются соотносимым объектом, с которым соотносится или к которому относятся обозначения с помощью категории и наименования с помощью слов. То есть общая схема определения, то, что существование явлений доказывается в силу этого и не только в силу того. Нельзя в силу того доказать существование явлений. То есть, чтобы явление было признано существующим, оно должно удовлетворять обеим признакам. Существование явлений можно доказать только с помощью этого и вообще нельзя доказать только с помощью того. Если мы говорим, что мы не можем доказать существование явлений вообще с помощью того, это то же самое, что сказать, что мы не можем только с помощью того доказать существование явлений. Или другой вариант существования явлений можно доказать в силу этого и одновременно того, в силу и того и другого. Это также означает, что одного этого недостаточно, потому что нам нужно и это, и то. Другими словами, если мы говорим, что существование явления нельзя доказать в силу только лишь того, речь идет об умственном обозначении, что они существуют в силу умственного обозначения, это означает или то, что вещи являются тем, с чем соотносится умственное обозначение, не доказывает существование явлений, или то, что все вещи являются объектом, к которому относится умственное обозначение, само по себе одно лишь не доказывает существование явлений, и нужен еще один критерий. Понимаете, это очень тонкая логика. Но именно в этом проходит разница между Читаматрой и Прасангикой с точки зрения того, как они понимают умственное обозначение. Итак, мы говорим об определяющей характеристике, о том, что у нее может быть две способности. Первое, то, что эта определяющая характеристика может доказать, что тот или иной объект существует как отдельный объект, как будто бы упакованный в плане. Пластик, который существует как такой мячик для пинг-понга, мячик для настольного тенниса, который существует отдельно от других явлений напротив нас. И второе способность, которое бы иметь индивидуальное характеристики, это, что он имеет способность, чтобы это принадлежит к этой категории. А вторая способность, которая может быть в определяющей характеристике, то, что она может доказать, что этот объект можно отнести именно к этой категории и назвать именно этим словом. Итак, Сау-Трантика сказал, что определяющая характеристика на стороне объекта, помните, что у него этот пинг-понг-понг, у него способность, чтобы делать двое. Он предоставляет, что это вещь, и это предоставляет, что он в категории, который называется пинг-понг-понг. И, как мы говорили, с точки зрения Сау-Трантики, определяющая характеристика объекта доказывает и то, и другое, да, обладает обеими этими способностями. Она способна доказать, что этот объект является тем или иным, и отличить его от других объектов, например, что это клубника. И точно также она способна доказать, что этот объект относится именно к этой категории, к категории клубники, и может быть названа этим словом. И это происходит вне зависимости от того, обозначает этот объект кто-нибудь как клубника или нет, кладет этот объект в ящик с клубникой или не кладет, называет ее клубникой или не называет. Это с точки зрения Сау-Трантики. Читаматра говорит, да, у определяющей характеристики есть способность сделать этот объект индивидуальным отдельным объектом, который мы можем использовать. познать, да, то есть сделать, это определяющая характеристика делает этот объект индивидуальным познаваемым объектом. Но, с точки зрения Читаматры, определяющая характеристика не может доказать, что тот или иной объект подходит к какой-либо категории и может быть названным. тем или иным словом. Это происходит исключительно с точки зрения сознания, с точки зрения умственного обозначения. И все это относится к ментальной голограмме зависимых явлений, которые возникают, да, ментальная голограмма, которая возникает в концептуальном познании. очень важно понимать, что есть два типа пустотности явлений, которые можно применить в двух разных ситуациях. если я, Ji, В석wechsel, Logan, прох kilowatt в ночszych faces. То есть, ты, ты, тыeu, малый голограмм committee, в том, что возникает, в toys repeal, в осознании, которое появляется Airport Ю. That's in non-conceptual cognition when I see you. That's the coarse voidness of the cell, of dependent phenomenon. Когда я вижу вас, когда я вижу какого-то человека, вижу тело этого человека, приписанную личность, приписанного человека на основании этого тела, эта видимость, эта ментальная голограмма этого тела, этого человека возникает не из какого-то отдельного внешнего натального источника, который отличался бы от того источника, из которого возникает моё сознание, воспринимающее вас, и тех ментальных факторов, которые это сознание сопровождают. Это грубая пустотность, отсутствие такого разделения на два натальных источника. Я вижу ментальную голограмму какого-то красного бугорка на моём лице. Хорошо. И этот ментальный голограмма из этого кармического семени, который, знаешь, дал мне импульс, чтобы посмотреть себя в камеру и заметить его. И эта ментальная голограмма возникает из кармического семени, которая толкнула меня к тому, чтобы я посмотрел в зеркало и это заметил. Хорошо. Мы не назвали это что-то, мы не назвали это что-то. Это ментальная голограмма, которая появляется в «Все». И индивидуальная характеристика, на стороне этого белого бомба, превратилась в то, что мы могли бы подразумевать от rest of our face. Пока мы ещё это никак не называем, это происходит в чувственном познании, в неконцептуальном познании. Мы видим неконцептуальное чувственное познание, своё лицо. Мы видим этот объект, красный выступающий объект, который мы пока ещё никак не назвали, но мы уже отличили его от других объектов в силу того, что у него есть какая-то определяющая характеристика. Подобно тому, как будто вокруг этой красной штуки есть такая непрерывная жирная линия, которая выделяет этот объект среди всех остальных и превращает его в какую-то вещь, заметную, видимую вещь. В следующий момент я думаю об этой вещи. Теперь мы оказываемся в мире концептуального познания. Мы начинаем раскладывать вещи по категориям и давать им названия, то есть слова присваивать им. У нас в сознании по-прежнему находится та же самая ментальная голограмма красного бугорка, но теперь мы начинаем об этом думать. По-прежнему мы видим этот объект, этот красный бугорок, как отдельная вещь, как будто она введена жирной чертой, отделена от всего остального, так что мы можем её заметить. Но читаматра утверждает, что в самом этом объекте нет ничего, что могло бы заставить нас отнести этот объект к той или иной категории или назвать тем или иным словом. In other words, that's purely optional. The categories that we fit into it, fitted into, and the words that we call it, are established as fitting into the categories and as being the meaning of the words, purely by the power of mental labeling and designation alone. Другими словами, то, что мы относим эти явления, эти объекты к каким-то категориям, называем их какими-то словами, это происходит исключительно со стороны нашего сознания, исключительно со стороны умственного обозначения и только со стороны него, нет ничего в самом явлении, есть только умственное обозначение, в силу которого мы относим этот объект к той или иной категории или называем его тем или иным именем, названием. So, that characteristic that puts a line around this red bump doesn't have the power to make it into a pimple, and with all the negative connotations that we have, with pimple, oh, it's terrible and nobody will like it and it makes me ugly, and the category of ugly object and the category of disaster, you know, my complexion, and all of that. All the characteristic is doing is putting a line around it and making it a thing. But what we call it, what category we fit it into, we could just fit it into a red bump on my face that probably nobody else will notice. But if we fit it into the category of pimple, this horrible thing that is, oh, you know, we really, we hate it, and we have a lot of distress, don't we? A lot of problems. So this understanding is very helpful. When we see this object, we see the characteristic of the object. The characteristic of the object makes this object отличным от всего остального, but it doesn't mean it, which category we bring this object to this object. If we call this object прыщом with all negative connotations that have this word, or call it urodством or catastrophe, then we do it, исходя из нашего собственного умственного обозначения. Мы точно так же могли бы обозначить этот красный бугорок просто как красный бугорок, который никто, скорее всего, не заметит. Но проблема в том, что мы не обозначаем его таким образом. Мы обычно обозначаем это различными такими словами, как прыщ и так далее, которые, как правило, имеют у нас негативную окраску, и начинаем беспокоиться о том, что остальные люди подумают о нас. Таким образом, мы начинаем беспокоиться просто в силу того, что наш ум приписывает ту или иную категорию, не приписывает, да, лучше сказать, обозначает этот объект с помощью той или иной категории. И это происходит не со стороны объекта и его определяющей характеристики, а только лишь со стороны нашего ума и умственного обозначения. Таким образом, это становится очень полезным. Например, если рассмотреть личность, например, мы можем рассмотреть самих себя, рассмотреть я. Определяющая характеристика человека личности делает меня отдельным объектом. Да, я личность, человек, у которого есть жирная черта, отделяющая меня от всего остального. Но что-то, которая в своей группе, в своей группе, в своей первой степени, в этой степени, в своей группе. Но делают все эти вещи. И вот эти основные кольца, которые в сетиаствуют я приняю. И я приняю себя в. Я не могу, не с другой стороны. Нас не всегда, как то, что я, но я, так как, действительно, являюсь в рамках фигура, или мы пом ממ�ем в целом. Это все в том, как вы думаете, Итак, эта определяющая характеристика делает меня отдельным индивидуальным человеком, но при этом, если назвать, например, меня глупым человеком или умным человеком или неумелым человеком или некрасивым человеком, это уже происходит не в силу этих определяющих характеристик, а только лишь в силу обозначающего меня сознание. Например, какие-то другие люди могут сказать, а это умный человек или это некрасивый человек, это глупый человек. Это на самом деле не так, то есть это не по-настоящему, это не моя проблема, это проблема другого человека, который, пользуясь какими-то своими критериями в своем уме, обозначает меня так или иначе. Моя проблема то, что мне с другими людьми приходится каким-то образом взаимодействовать, но то, как они меня называют, чем они меня считают и кем, это уже происходит исключительно в их собственном уме, то есть я сам по себе в некотором смысле никакой. Подумайте об этом. Я думаю, что я дурак или я думаю, что я недостаточно хорош. Или кто-то другой думает это обо мне. Делает ли это меня дураком просто потому, что я считаю себя дураком? Вот о чем здесь идет речь, просто потому, что я так думаю, не делает это реальным, не делает это истинным. И если я подпадаю под категорию дурака или неудачника, то это происходит в силу самой этой категории, а не в силу чего-то во мне. И это происходит постоянно. У нас постоянно возникают такие проблемы, когда мы что-то с другими людьми обсуждаем. Я вам что-то говорю. Например, у тебя грязная рубашка. Мне кажется, что то, что я сказал, это полезно. Да, я отношу это к категории что-то полезное, потому что я хочу, чтобы вы просто переоделись. Вы относите это к категории оскорбления. Такое происходит постоянно. Мы говорим что-то весьма невинное, желая помочь человеку, не имея никакого намерения человека задеть. Тем не менее, другой человек воспринимает это как оскорбление, относит это к категории оскорбления и говорит, «Все, ты меня больше не любишь». Все, что я сказал, были слова. Объективно, это все, что это было. Это звук слова. Объективно, все, что я сказал, это просто звуки слов. Не правда ли? Какая категория подходит в это, это опционально. Это мы называем это. И каждой человек подходит в это, что не приходит из экстернальной sources. Да? Категория не приходит из экстернальной sources. Но к какой категории мы это отнесём, это уже зависит от нас, потому что все эти категории не возникают из какого-то внешнего источника. И уникальность объяснения Цонкапы в том, что он говорит об этой тонкой пустотности личности. Другие мастера до него не говорили о тонкой пустотности. И он говорит, что Шравакхи в первую очередь говорили о тонкой и грубой пустотности личности. Пратьяка Будды в первую очередь сосредоточиваются на том, что ментальная голограмма, которая появляется в нашем восприятии, не возникает из какого-то внешнего источника. Игра Будды в первую очередь сосредоточника. В то время как Бодхисаттва в первую очередь сосредоточиваются на тонкой пустотности всех явлений, на том, что появляющиеся в нашем сознании ментальные голограммы в силу одних лишь определяющих характеристик этих голограмм, в силу определяющих характеристик этих голограмм не доказывают, что эти явления относятся к той или иной категории. Это, если техническими словами, конечно, может быть довольно сложно, но именно это имеется в виду, и именно на этом в первую очередь сосредоточиваются Бодхисаттвы. Г Г Г Г You understand that, as a bodhisattva, you've understood that the mental hologram doesn't come from an external source, and you've understood that the person that's an imputation on it can't be known by itself and isn't, can't exist as a static, partless, independently existing Atman. If you understand the most subtle one, you've understood all the others, because all the others fit consistently with that understanding. That you really have to work with, to understand what I just said, that point. And if we understand the subtle one, then we also automatically understand all the other more gross levels. If we understand the subtle one, then in this case, we understand that in our consciousness, the mental holograms are not coming from some external natural sources, and we automatically understand that the person, for example, which is written on the basis of the total of our conceptual knowledge, is not being known, not being known, not being known, not being known as a human being, not being known as a human being, not being known as a human being and being known as a human being. If we understand the subtle one, then we automatically understand all the other levels. Это может звучать довольно сложно, но это также важный момент. На этом у нас заканчивается объяснение читаматры. Таким образом, мы видим, что все, о чем говорят эти так называемые более низшие философские школы, на самом деле очень полезно. Не нужно думать, что это глупо, это может приносить нам пользу, и это довольно разумно, да, мы можем почерпнуть определенные инсайты, если будем работать с этим материалом. Таким образом, это очень полезно, чтобы проводить много времени прогрессивно с каждым из этих системами и действительно получить инсайты, которые мы создали от каждого из них. Это очень полезно. Один, который создан на следующий. Поэтому очень полезно посвятить много времени работе с каждой из этих философских систем, продвигаясь шаг за шагом, получая все новые и новые прозрения, которые в конечном счете, да, будут приводить нас к более глубокому уровню понимания. Потому что каждая последующая философская школа основана на предшествующей. И мы заканчиваем посвящением заслуги. Мы думаем, пусть вся положительная сила и все понимание, которые появились в результате этого сегодня, в результате нашего сегодняшнего дня, становились все глубже и глубже и выступали в качестве причины для достижения просветления всеми живыми существами. Завтра мы в первой половине дня поговорим о сватантрике и просангике, а во второй половине дня поговорим о уникальности позиции Цонкапы. Спасибо.